Из этого видео вы узнаете 5 лучших способов, как очистить сосуды от холестерина и бляшек в домашних условиях. Досматривайте видео до конца, не пропустите самое важное. Все знают, что давление, инсульт и инфаркт – это следствие загрязненных холестерином сосудов. Но не все знают, что грязные сосуды – виновники 90% хронических заболеваний, которые считаются якобы неизлечимыми. Болит голова, скачет давление, не сгибается спина, не поворачивается шея, ноют, болят, хрустят суставы, к вечеру отекают ноги, а по утрам – лицо. В ушах стоит звон, немеют пальцы и холодеют конечности, падает зрение, ухудшается память, ни на что не хватает сил. Многие скажут – это старость. Но это не так. Чистые сосуды – это ключ к избавлению от 90% хронических заболеваний. Здоровье сосудов – одна из важнейших составляющих долголетия. Признаки забитых сосудов. Если у вас гипертония, нестабильное или постоянно повышенное давление – это главный признак забитых сосудов. Плохие сосуды на ногах – это варикоз, постоянные отеки, тяжесть в ногах, мерзнут ноги или наоборот, нестерпимое жжение в ступнях, трещины на пятках. При плохом кровообращении нет защиты от бактерий, отсюда грибок, грубеют и врастают ногти. Бессонница. Чувствуете себя сонным и вялым, а укладываясь в кровать полночи не можете уснуть из-за недостатка кровоснабжения гипофиса. Он перестает вырабатывать мелатонин – гормон сна. Упадок сил – ничего не хочется делать. Хочется просто лежать и есть. Такое чувство возникает из-за того, что организм переходит в режим экономии энергии. Органы не получают по грязным сосудам полноценного питания, и ваш организм стремится максимально снизить активность. Забились сосуды, питающие печень – это гипотоз. Горечь во рту и горькая отрыжка. Ослабли и замусорились сосуды в суставах. Усыхают хрящи, хрустят и болят суставы, одолевает остеохондроз и вырезает грыжи. При потере тонуса сосуда в прямой кишке выходит геморрой. Глазные сосуды. Падает зрение, рябит в глазах, мушки. Развивается катаракта. Покраснение глаз, что часто мы списываем на усталость. На самом деле микрокровоизлияние – это разрывы мельчайших глазных капилляров. Затрудняется мозговое кровообращение, отсюда головокружение, шум в ушах и забывчивость. Лишний вес. Забитые холестерином сосуды сажают органы на голодный паек. Сосуды не могут доставить к ним нужное количество питательных веществ. Поэтому мозг посылает сигналы «надо есть» и человек ест. А органы все равно недополучают питание из-за грязных сосудов. Мозг опять дает команду «надо есть». И так по кругу. Отсюда постоянное желание что-нибудь пожевать. Тяга к сладкому и жирному. Так как организм требует калорий. Вследствие этого – гипертония. Чаще всего люди имеют сразу несколько из вышеописанных признаков. И пытаются лечить каждое заболевание по отдельности. Таблетки от давления. Мази от варикоза. Свечи от геморроя. Гели от остеохондроза. И конечно же обезболивающие средства. Но причина у всех заболеваний одна. Сосудистая непроходимость. И начинать надо именно с нее. С генеральной уборки сосудов. Холестериновые бляшки составляют примерно 70% загрязнений сосудов. Сужают просвет сосудов в 4-5 раз. Но сами по себе не представляют угрозы для жизни. Более опасна эта тромбовая масса. Ее опасность в том, что она нестабильна. В любой момент тромб сгусток крови может оторваться и отправиться в путешествие по сосудам на поиски жертвы. Если тромб достаточно крупный, то он наглухо запечатывает сосуд жертву. Случается ишемия. Полное прекращение кровоснабжения органа, питающегося по этому сосуду. Ишемический инсульт. Закупорка сосуда мозга. Инфаркт. Это закупорка сердечной артерии. Так как же очистить сосуды? Рассмотрим 5 эффективных способов очищения сосудов в домашних условиях. Первый способ. Отвар травяного сбора. Засыпать в емкость по половине столовой ложки березовых почек, цветков ромашки, зверобоя и травы бессмертника. Залить одним стаканом кипятка. Дать настояться в течение 40 минут. Процедить. Готовый раствор принимается по полстакана 2 раза в сутки. За полчаса до завтрака и спустя 1 час после ужина. Максимальная длительность лечения 30 дней. Следует проводить повторные курсы терапии каждые 6-12 месяцев. Этот отвар позволяет не только снижать уровень холестерина и обеспечивать надежную профилактику атеросклероза, но и поддерживать сосудистое русло в тонусе и повышать эластичность сосудов. Одуванчик. В корневище, соцветиях, стебле этого растения присутствует витамин В2, никотиновая и аскорбиновые кислоты, кальций, железо, фосфор, инулин и другие ценные компоненты. Одуванчик содействует растворению холестерина, укреплению сосудов, общему улучшению обменных процессов. Используется для предупреждения инфаркта миокарда, инсульта, гипертонического криза. Настойка из одуванчиков. Измельченные корни и листья от пяти одуванчиков поместить в стеклянную банку, залить пол-литра водки, настаивать в темном прохладном месте 7 дней, периодически взбалтывать, затем процедить, употреблять на голодный желудок по 30 капель 3 раза в день в течение 2 месяцев. Данная настойка не подходит людям с повышенной кислотностью, с воспалением желчевыводящих путей. Нельзя употреблять ее при гриппе и при язве желудочно-кишечного тракта. Третий способ очищения. Лечение укропом. Укроп содержит аскорбиновую кислоту, витамины группы В, группы ПП, натрий, калий, магний и кальций. Данные компоненты расширяют артерии, повышают эластичность их стенок, стабилизируют давление, предотвращают образование тромбов, разжижают кровь и улучшают кровообращение. Из стеблей, листьев, семян и корня укропа делают чаи, отвары и настои. Рецепт настоя из семян укропа и корня валерьяны. 1 стакан высушенных семян укропа хорошо промыть, поместить в емкость, добавить 1 столовую ложку молотого корня валерьяны и залить 2 литрами кипятка, оставить под крышкой на сутки. Затем добавить 2 стакана меда и принимать на протяжении 2 месяцев по 1 столовой ложке за 30 минут до приема пищи. Держать настой необходимо в холодильнике. Ограничениями к употреблению укропа являются острый панкреатит, воспаление желчного пузыря, гипотония и беременность. Очищение сосудов от холестерина чесноком. Через чесночницу или мелкую терку натереть 350 г чеснока, отжать сок, добавить в него 200 мл водки и тщательно перемешать. Поставить смесь настаивается в темное прохладное место на неделю. После этого настойку процедить и поставить еще на 3 суток. Курс рассчитан на 9 10-дневных циклов без перерыва. Принимать необходимо 3 раза в сутки по следующей схеме. Первый день 1 капля настойки на завтрак, 2 капли в обед, 3 капли перед ужином. Каждый последующий день количество капель увеличивается на 3, то есть на второй день принимается на завтрак 4 капли, в обед 5, ужин 6 капель настойки. К восьмому дню эти показатели составляют утро 22 капли, обед 23, вечер 24. На оставшиеся двое суток схема немного изменяется. Перед завтраком на 9 день необходимо выпивать 24 капли, в обед и на ужин по 25 капель. Для лучшего усвоения препарат перед употреблением рекомендуется разводить в 50 мл воды, молока или кефира. На 11 день начать новый 10-дневный цикл и так далее. Всего 9 циклов. Оставшуюся после всего курса настойку можно принимать по 25 капель 3 раза в сутки, пока вся настойка не закончится. Допускается допивать состав, снижая ежедневную норму на 1 каплю. Повторить курс можно через 3 года. Ожидаемый эффект – это очищение сосудов и омоложение организма. Альтернатива спиртовой настойке – это настойка чеснока с лимоном. Пропустить через мясорубку крупную головку чеснока и 2 лимона средних размеров. Залить литром теплой кипяченой воды и настаивать 2 суток в темном прохладном месте. Полученный настой принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 2 недели. Если чеснок по определенным причинам вам принимать нельзя, то можно применять следующий эффективный для очищения сосудов рецепт. И пятый способ очищения сосудов. Ежедневно натощак съедать по утрам мандарин, горстку изюма и 3 грецких ореха. Через полчаса выпить 1 стакан чистой воды и можно приступать к завтраку. Максимальный курс составляет полгода. Применять народные средства нужно в комплексе с физическими упражнениями и диетой. Физическая активность хорошо выводит отложения холестерина, особенно на ногах, если делать специальную гимнастику. Приведенных рецептов достаточно, чтобы поддержать холестерин в норме, при этом улучшая работу печени и кишечника. Важно тщательно соблюдать рекомендуемые дозировки и курсы приема. Если следовать рекомендациям, можно рассчитывать на эффективные результаты использования фитосредств. Отчистка сосудов – дело серьезное, поэтому перед применением народных средств необходимо проконсультироваться с врачом и сдать кровь на анализ. Берегите себя и будьте здоровы! Если информация была для вас полезна, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!